День добрый, с вами снова филолог, культуролог, главный редактор творческого альманаха Artifix.ru Николай Жаринов, и мы продолжаем с вами погружаться в мир русского изобразительного искусства 19 века. И сегодня у нас с вами очень интересная тема. Мы обсуждаем жизнь и творчество одного из главных бунтарей русской живописи, лидера сообщества передвижников, одного из главных реалистов 19 века Ивана Николаевича Крамского. И здесь нужно, конечно, сразу сказать, что весь расцвет таланта Крамского пришелся на особое время не только в русской истории, но и в мировой истории в принципе. Дело в том, что 19 век — это, конечно же, век научно-технического прогресса, и, естественно, новые научные достижения отражались в искусстве, причем Крамской, как один из тех художников, который всегда выступал за перемены, этот научно-технический прогресс не просто принял, он с его помощью в изобразительное искусство и попал. А все дело в чем? А все дело в том, что изначально Иван Крамской вообще не должен был быть художником. Его семья была совсем не из художественной семьи, и вообще Крамскому прочили карьеру простого чиновника, юриста. Не более того. Однако сам Крамской в итоге выбрал для себя живопись. А все почему? А все потому, что еще в своем родном Острогорске он познакомился с фотографом-любителем Михаилом Тулиновым, для которого как раз проводил первую ретушь фотографических изображений. Дело в том, что действительно в середине 19 века фотография, изобретенная не так давно, начала все больше и больше набирать популярность. Но технологии были еще несовершенны. Любое изображение для того, чтобы оно выглядело лучше и ярче, нужно было доводить ретушью при помощи акварели или других красок. Этим как раз и занимался Иван Николаевич Крамской. Доводил первые фотографии. Именно из этого и складывается его эстетическое впечатление об искусстве. Крамской видел, что может сделать фотография с изображением. Насколько реалистичным получается все то, что отображается на снимке. И подобного же подобия он хотел добиться и в живописи. Крамской вообще всегда выступал за то, чтобы картины были предельно реальны. Его не интересовало, например, творчество Карла Брилова. Он вообще был одним из самых активных его противников. И говорил, что во всех картинах Брилова нет прежде всего настоящего чувства, что они все театральные, а не искусственные. И именно с этой искусственностью живописи и искусства пытался бороться Иван Крамской. В этом отношении можно сказать, что его картины очень близки к тому, что впоследствии будет формировать не только искусство фотографии, но в том числе и искусство кинематографа. Действительно, Крамской во многом предвосхищал то, как должна быть выстроена композиция кадра. Как должен быть распределен свет, чтобы изображение в любом случае интересовало того, кто на него смотрит. Это во-первых. А во-вторых, чтобы уже через одно изображение перед вами совершенно по-новому раскрывалась трагедия. Хотя, казалось бы, перед нами самое простое изображение реальности. Но Крамской вошел в историю еще и как один из лучших портретистов. И в этом, нужно сказать, тоже есть веяние эпохи. Об этом мы тоже поговорим несколько позднее. К слову, что же на самом деле интересовало Крамского и почему он выбрал для себя портрет? Какие были новаторства его в портретных изображениях? Действительно, они очень серьезно отличаются от того, что делал, например, Карл Брилов. По-хорошему, Иван Крамской в своем творчестве больше ориентируется на наследие Рембрандта Ван Рейна. Ведь именно Рембрандт Ван Рейн в определенный момент, благодаря реалистичности своих портретов, добился удивительной передачи психологизма. Однако, на долгое время его метод был заброшен, потому что у искусства возникли совершенно другие представления о том, как же должно происходить изображение человека в живописи. Однако, опыт Рембрандта не прошел дар. К нему обратились уже в XIX веке, и в том числе обратились живописцы-реалисты. Рембрандтом восхищался Иван Крамской и его ученик Илья Ефимович Репин, еще один из величайших живописцев-реалистов русского изобразительного искусства XIX века, который даже не раз делал копии различных картин Рембрандта, как раз для того, чтобы понять, как мастер изображал мимику, как он передавал эмоции и как у него получалось сделать портреты настолько реалистичными. Крамской идет по этому же пути. Самое главное было показать психологическую драму модели, отобразить, что она испытывает, показать неоднородность и эмоции, а не просто создать красивое изображение, как это часто присутствовало до этого, когда мы видели, например, с вами парадные портреты. Что самое интересное, да, с одной стороны, Крамской реалист, но с другой стороны, он входит в искусство, в том числе и в изображение мистических полотен. Просто этим мистическим полотенам придает наибольшую реалистичность. Что не устраивало Крамского в традициях академического искусства? Там можно сказать практически все. Здесь нужно сказать, что Иван Николаевич сам поступил в Академию художеств. Он долго занимался рисунком, это при том условии, что профильного образования у него не было. Он с успехом учился в Академии. Он получал малые серебряные медали и должен был претендовать уже и на малую золотую медаль. Но в этот момент как раз и возглавил пункт 14. Все это произошло в 1863 году. И тоже нужно, конечно, отдельно поговорить об эпохе и о том, какое это было время. Именно тогда, в ноябре 1963 года, 14 выпускников Академии художеств в Санкт-Петербурге отказались выполнять экзаменационную работу. Экзаменационная работа стояла в том, чтобы все выпускники написали картину на тему пир Одина в Вальгале. Карамского это не устраивало, прежде всего потому, что эта тема была максимально далека от тех потребностей, которые, как ему казалось, существовали у изобразительного искусства. Важный момент. Искусство в 19 веке не могло быть безидейным. Каждый раз творец должен был быть проводником некой истины. Показывать ее людям. Будь это истинно скрывающейся в красоте, будь это истинно скрывающейся в правде жизни, будь это истинно скрывающейся в правильном толковании истории. В любом случае, картина должна была точно говорить со зрителем. И вот Карамского, прежде всего, удивляло то, что для русских художников выбирается максимально неблизкая им тема. Во-первых, из скандинавской мифологии. Во-вторых, предполагалось, что все должно быть выполнено исключительно в рамках академизма. А Карамской опять же говорил о том, что эти рамки достаточно узкие, они делают изображения похожими друг на друга. А прежде всего художник должен на полотне выражать самого себя. В этом и был смысл обращения всех 14 выпускников. Они просили, чтобы им дали свободный выбор темы. Понятное дело, что Академия отказалась это делать. А Тон, который был председателем совета, вообще сказал, что если бы подобное выступление выпускников было устроено на 10 лет раньше, то, скорее всего, их всех бы отдали в солдаты и поступили бы правильно. Дальше интересно. Все 14 выпускников вышли без дипломов из Академии художеств. И перед ними стала очень сложная задача. Нужно было на что-то жить, а дипломов у них не было. И они организовали артель свободных художников. Это, по сути дела, была одна из первых коммун. А тогда идея коммун активно бродит в массовом сознании. Не будем забывать, что незадолго до бунта 14 свет увидел роман Николая Чернышевского «Что делать?». И это был действительно настоящий взрыв. Мало того, что за этот роман сам Чернышевский был отправлен на каторгу, так еще это произведение активно обсуждали. Ведь помимо его революционного характера, там были высказаны идеи, которые очень импонировали практически всем людям современных прогрессивных взглядов в 19 веке. В том числе была идея о том, что люди должны объединяться в коммуны и жить этими коммунами по принципам свободного общества. Такая же идея была и у артеля свободных художников. Они жили все вместе, вместе творили. И вместе должны были зарабатывать деньги и развивать свой талант. Это была полная противоположность академии. Ведь художники в определенный момент оказались без государственной поддержки. А это в 19 веке было крайне тяжело. Что было сделано для этого? Для того, чтобы ускорить работу над картинами, в том числе над портретами. Потому что, понятное дело, что большую часть средств художникам приносят именно портреты от богатых заказчиков. Что сделали живописцы? Они приобрели фотоаппарат. Благодаря этому фотоаппарату могли значительно сократить время работы над изображением. Ведь проще намного сделать фотографию человека, с которого ты хочешь написать портрет, а потом уже по этой фотографии портреты написать. Во-первых, он будет точнее. Во-вторых, не нужно будет очень долго мучить модели. Самое главное, все производство можно значительно ускорить. Это очень помогло художникам на первой стадии. И вот эта реалистичность пройдет практически через все творчество Ивана Крамского.